Президент Владимир Зеленский просит правоохранителей разобраться, почему Конституционный суд отменил электронное декларирование. Об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны и предложил срочно разработать и внести как неотложный законопроект о восстановлении доброчестности судопроизводства в Конституционном суде Украины. При этом президент заверил, система электронного декларирования в Украине будет работать. Владимир Зеленский созвал СНБО за решение Конституционного суда о неконституционности положений антикоррупционного законодательства. Как на скандальное решение отреагировали в Офисе президента, а также в парламенте, антикоррупционных органах и украинском медиа. Смотрите в сюжете Юлии Крючковой. Как можно скорее подать в Верховную Раду законопроекты о возобновлении системы электронного декларирования и установить все детали принятия решений Конституционным судом. Владимир Зеленский обозначил неотложные шаги для восстановления антикоррупционной инфраструктуры Украины. Верховная Рада готова работать. Работать над обновлением антикоррупционного законодательства завел спикер парламента Дмитрий Разумков. Мы будем вырешивать, скорее всего, на законодательном уровне, допрацевывать те механизмы, которые есть сегодня, для того, чтобы эта система продолжила работать, потому что позволить сегодня себе ее сруйновать не может ни влада, ни государство в целом. 27 октября Конституционный суд Украины признал, что некоторые положения антикоррупционного законодательства не соответствуют основному закону. Тем самым суд лишил Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции полномочий проверять декларации чиновников. На следующий день НАПК закрыл реестр электронных деклараций, выполняя решения суда. В НАЦАгентстве говорят, это заблокирует назначение чиновников, в том числе и победителей местных выборов. Также глава агентства напомнил, несколько судей Конституционного суда сами были фигурантами уголовных дел о недостоверных данных в декларациях. Поэтому они не имели права рассматривать это дело. Президент, в особе своего представника, клопотал перед судьями Конституционного суда, чтобы они не подставили под суммой легитимность этого решения и отвелися от справы. Но Конституционный суд, не завершенно очевидный факт конфликтов интересов, отмывался за 12 клопотами. Суды сами должны быть притяжены за этими статьями КК Судовой Допедальностью. В собственных интересах приняли решение. Из-за решения о неконституционности уголовной ответственности за лож в декларациях, Национальное антикоррупционное бюро будет вынуждено закрыть 110 уголовных производств. Мы видим, что идет такой незаконный процесс оценки певных норм на ответственность Конституции. А есть певные там замовлены с боку ряда политических и других сил, для того, чтобы остановить то, что происходит. В первую очередь, это касается расследования о коррупции в судовой системе. И мы видим, что какие-то связанные между собой ОАСК, Конституционный суд, Вещая Рада Правосудия. То есть, это фактически такой певный реванш и защит с боку этой системы. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, если проблему не решить, это может испортить отношения с международными партнерами. Именно они помогали Украине с внедрением антикоррупционной реформы. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, проблему удастся решить и Украина не лишится без визы с Евросоюзом. Юлия Крючкова, Киев. Твой дом.